Доброе утро, ребята! Приветствую вас сегодня в понедельник. Очередная торговая пятидневка. Если предварительно смотрели на содержание экономического календаря, уверен, что смогли заметить, что неделя обещает быть интересной, поскольку есть важные макроэкономические отчеты. Сразу забегая вперед, хочу отметить, что сегодня состоится наш традиционный вебинар, где мы подробно проанализируем общую фундаментальную картину прошлой торговой пятидневки, плавно перейдем на основные макроэкономические события этой недели и закончим вебинар конкретными ценовыми ориентирами по целому спектру финансовых активов. Поэтому рекомендую вам его сегодня посетить. Он состоится буквально через несколько часов. И поскольку, в принципе, наш вебинар в правильный понедельник достаточно продолжительное событие, макроэкономический фонд будет изучен со всех сторон. Теперь, собственно, переходим, ребята, к текущей неделе. Разумеется, возвращаемся на финансовые рынки и наше традиционное начало с российского фондового рынка, с перспектив рубля и, разумеется, нефтяного актива. Давайте посмотрим на текущую динамику пары доллар-рубль. Как открылся сегодня рублишка у нас? То есть мы видим, что прежние макроэкономические факторы, которые раньше оказывали достаточно неплохую поддержку российской валюте, точнее, не раньше, а полторы недели назад, это налоговый период уже в истории, такой поддержки нет. Хотя сегодня состоится выплата налоговых обязательств по последнему крупному налогу, это налог на БРИП. Ожидается, что российские экспортеры через этот налог и через дополнительный спрос на рублевую ликвидность исполняют свои обязательства на сумму примерно в 250 миллиардов рублей. Да, это достаточно существенная сумма, но все-таки львиная часть того, рублевых обязательств уже исполнена. Поэтому рубли уже закуплены, соответственно, спрос уже не настолько актуален, и рубль это прекрасно понимает. Уже, в принципе, дисконтировано все в стоимость. Сейчас нам остается объективно оценивать общую фундаментальную картину российской экономики и следить за поведением энергетического ресурса. Прежде чем мы с вами поговорим про нефть, давайте в целом еще проанализируем ситуацию, связанную с новостными поводами, характерными для российской экономики. На прошлой неделе были снова публикованы данные по международным резервам, запасам России. Есть ли предложения на каком уровне, хотя бы приблизительно, находятся сейчас российские запасники? Сколько это миллиарда долларов? 40 миллиардов. Ну, около 350. В целом, чтобы вы прекрасно понимали, что такое российские международные резервы. Это наследие бывшего стабилизационного фонда, который распался и сейчас представляет собой фонд национального состояния и резервный фонд. Кстати, на эти два российских фонда приходится около 40-42% всех российских международных резервов. Примерно 15% это золото, валютная позиция в МВФ и СДР. И оставшаяся часть это, конечно же, исключительно только валютный актив. И вот здесь, ребята, кроется дополнительный риск, на который раньше мы не обращали внимания, но который все-таки был и оказывал негативный эффект с точки зрения стратегических оценок рисков для российской экономики. В мировой практике принято следующее соответствие, что объем валютных позиций, валютных резервов должен соотноситься с уровнем 6-месячного импорта страны. Что касается российского 6-месячного импорта, точнее экспорта, то на него приходится примерно 240-250 миллиардов долларов. А вот что касается валютных резервов России, это 200 с небольшим миллиардов. Получается, что Россия уже не исполняет тех обязательств, которые должны были лечь в основу стабильности финансовой системы и стабильности осуществления международных расчетов. Точка, кульминационный экстремум по данному показателю пройден. И это риск, который должен сказаться, отразиться на динамике международных расчетов в самое ближайшее время. Я думаю, что очень скоро аналитики, которые будут прогнозировать общую экономическую ситуацию, обязательно обратят внимание на это четкое несоответствие, поскольку оно все больше и активнее бросается в глаза. Другие риски связаны с замедлением потребительской активности. Последний месяц, точнее уже третий месяц этого года, российский рынок страдает от отсутствия соответствующего потребительского спроса. Вы знаете, что по причине очень жестких условий на рынке кредитования, также затухают и процессы кредитной активности. И, разумеется, если мы говорим про серьезные трудности, связанные с процессами кредитования, это серьезные риски для банковского сектора. Здесь я хочу плавно подвести вас к возможному негативному решению со стороны рейтингового агентства Fitch, обещающейся отличиться уже в этом месяце. Что мы ждем от рейтингового агентства Fitch? Понижение инвестиционного рейтинга также до неинвестиционного уровня. Вы знаете, что S&P и MODIS уже в этом плане отличились. Пока консервативный взгляд, вроде бы как, сохраняет еще Fitch. Но, учитывая, опять же, общую фундаментальную картину, те риски, которые мы с вами обозначаем практически из недели в неделю, это, опять же, слабые потребительские спроса. Разумеется, дополнительные риски, которые непременно скажутся на качестве активов банковского сектора в малом бизнесе, среднем бизнесе, в розничной торговле и недвижимости. И уже есть серьезные основания полагать, что банковский сектор России в этом году столкнется с еще более определяющими экономическими проблемами, чем те, которые были характерны для российского рынка в 1998 году и в 2008 году. Это тоже серьезный риск, тоже серьезная глубокая проблема, которая сейчас давлеет над российской фондой и которую также не нужно недооценивать. Идем дальше. Что касается рынка черного золота. Откройте графики бренда и посмотрите, как вел себя нефтяной актив по итогам заключительной такой сессии прошлой недели. В целом, говоря про уровни, вы наверняка заметили, что бренд у нас просел с 58-76 до уровня 56. Это больше 2 долларов в процентной эквиваленте около 5%. Получается, что нефть, оказавшаяся под серьезным давлением по причине уже не столь актуальных событий на Ближнем Востоке, то есть в целом риски-то есть, это риски геополитического фронта и характера. И они, разумеется, оказывали свое влияние и сказывались в динамике черного золота. На выходных прочитал очень интересную статью, которая была посвящена оценке Блунгерга, перспектив бренда. Там взвешивалось два макроэкономического фона. И экономистам задавали вопрос, как вы оцениваете будущее ожидания по ценам черного золота, и какой фон для вас является более определяющим. Это ближневосточная ситуация, конфликты в Гемене, подвешенный вопрос на самом деле до сих пор. Либо факт того, что рынок черного золота, углеводородов по-прежнему продолжает находиться в избыточном предложении. Большинство аналитиков, точнее 99% отметили, что ближневосточная ситуация, в принципе мы об этом также говорили, это временное явление, оно быстро сойдет на нет. А вот избыточное предложение, это определяющий фундаментальный фактор, который оказывает давление на позиции нефтяного актива уже на протяжении последних практически полутора лет. Вот от этого фактора и этого новостного повода избавиться так просто не удастся. Тем более, что каждую неделю мы с вами констатируем рост запасов нефти в США. На этой неделе также два важных отчета, сначала от Американского института АПИ, потом уже официальный отчет Минэнерго США. И в целом, также хочу сказать, ребята, с 80% вероятностью на этой неделе мы также увидим еще большее рост запасов нефти в США. Поэтому текущий позиционный трейдинг и в принципе текущая фундаментальная картина позволяет нам снова обратить внимание на те инвестиционные ожидания, которые мы озвучили еще на основании позиции Goldman Sachs и Morgan Stanley. Они определяют возможность коррекции бренда в район 45 долларов за банк. Сейчас у нас 55, но в целом мы полномерно двигаемся в район 50 и обязательно держим в фокусе внимания еще более медвежьи оценки по позиции нитиного актива. Поскольку налоговый период мы с вами уже закинули в историю, значит для российской валюты и для российского рынка сейчас определяющим является стабильность именно энергетического рынка. И давайте снова обозначим высокую степень корреляции. И значит, если нефть у нас нащупает дополнительные поводы для коррекционного движения, что будет с российской валютой? Вопрос на засыпку. Да, я тут предлагаю снова обратиться к высокой степени корреляции и обязательно допускать возможность соответствующих просадок и по российскому активу. Идем дальше. Евро-доллар. На этой неделе есть важный макроэкономический отсчет. Этот отсчет будет посвящен показателям по инфляции. Давайте вспомним, для чего Европейский Центральный Банк и в принципе европейские монетарные власти запускали беспроцедентные меры экономического стимулирования. Для того, чтобы попытаться разогнать уровень инфляционного давления. Поскольку риски дефляции создали серьезные проблемы на уровне потребительского спроса. Во вторник будут опубликованы данные по индексу потребительских цен. И я думаю, что это будет еще одно статистическое расчарование для европейского актива и для экономики в целом. Если это будет плохой отсчет, значит можно будет говорить о том, что меры со стороны ЕЦБ еще не сказались. В позитивном плане для европейского актива и экономики в целом. И еще с учетом неопределенности политического характера в Грецию, конечно же имею в виду. В целом фундаментальная картина по-прежнему располагает на возможности продолжения коррекции евро-доллара. Текущая котировка какая? 1,08. 1,08. Ну, в принципе нормально. То есть, если посмотреть на локальный максимум, который показывала пара по причине ультрамягких комментариев Елен, мы видели то, что пара оказывалась даже в моменте выше уровня 1,10. Сейчас европейская валюта возвращается к своим справедливым отметкам. И это коррекционное движение продолжится. Может быть с локальной проторговкой, может быть с локальным импульсом, связанным со слабостью доллара. Но в целом евро на цели на возвращение в район 1,05, потом паритета. И я вам в пятницу говорил, что кое-кто прогнозирует возможность даже еще большей просадки ниже паритета. Это уже, правда, 2016 год. В 2015 году по-прежнему о цели район паритета. И нет еще серьезных оснований, нет факторов, новостных поводов, которые позволили бы нам отказаться от этой серьезной и очень агрессивной инвестиционной деятельности. Что касается пары доллар-японской иена. Здесь сразу два важных макроэкономических отчетов. Правда, в целом они характеризуют одну и ту же сферу. Это рынок труда, американский рынок труда. В среду ЭДП и в пятницу, которая будет еще и страстной, самый важный отчет недели. Наверное, может быть даже этого месяца традиционно. Весьма интересный. Сейчас американская статистика интересна вдвойне, а то и даже втройне. Поскольку с точки зрения инвесторского интереса, трейдерского интереса, в каждом важном макроэкономическом отчете мы ждем топ подтверждений в пользу того, что американский мегарегулятор готов к постепенному ужесточению монетарной политики. Даже несмотря на последние комментарии Ель. Сначала у нас оценка неофициальных данных ЭДП, потом Non-Farm Parals. Это Министерство труда Соединенных Штатов Америки. Опять же, возвращаясь к прогнозам Блумберга, оба эти отчета на этой неделе должны показать прирост. И, соответственно, это поддержка для доллара или фактор слабости. Хорошая статистика по штату поддерживает доллар. Поэтому, учитывая правильный ваш комментарий, USD иена в рамках этой пятидневки вполне способны закрепиться выше 120 иен против доллара. Сейчас пара торгуется в районе 119-120 примерно, даже уже повыше. Но около 50 пунктов остаются до этого уровня. Если увидим, что в среде пара сможет оказаться в районе 120 иен, если еще и ДП будут хорошие, я думаю, что можно будет плавно поднять крокосрочную планку вплоть до уровня 121 иены против доллара. Но что касается позиционного трейда, это по-прежнему более агрессивное ожидание. И 123 не меняем пока этой цели. Хотя инвестиционные банки делают ставку на возможность возвращения пары USD и иена в районе 128, а то и даже 130. Еще хочу обратить ваше внимание на австралийскую валюту против доллара. Откройте графики и посмотрите, как ведет себя эта пара в последнюю неделю. Каждая торговая сессия – это серьезная разгрузка. А вот USD за последнюю неделю потерял около 200 пунктов. Если посмотреть на сегодняшнюю торговую сессию, так же пары корректируются. Более того, сегодня было оттетия с гэпом. И чуть-чуть еще осталось до нашей цели 0.75, на которую мы делали ставку. Почему австралиец так активно валится сейчас? То есть у Китая? Китай – да, правильно. Поскольку все-таки на зависимости австралийского рынка от статистики спроса со стороны Китая находит серьезное сопротивление, если эта статистика оказывается плохой. Но ключевой идеей по австралийскому доллару сейчас остается ожидание снижения процентной ставки. Заседание Резервного банка Австралии состоится на следующей неделе. Я вам говорил, что больше 70% вероятность того, что ставка будет снижена на основании тех фундаментальных проблем, которые характерны для австралийской экономики. И я думаю, что австралийцы сейчас планомерно дисконтируют собственную стоимость возможности этого решения. Если до следующей недели мы увидим то, что 0.75 будет протестировано, значит, скорее всего, по факту самого решения Резервного банка Австралии уже серьезных движений не будет. Но в целом пока делаем ставку на возможность коррекции в район 0.75. Ясно? Вопрос есть? Большое спасибо за внимание, ребята. Тогда ждем дополнительных вопросов и комментариев на нашем официальном канале АМАКС. Оставляйте ваши вопросы под видео-кном. Всего доброго, до свидания. Спасибо.